Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На библейском портале Экзегет продолжаем читать Евангелие от Марка, глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые стоявших там говорили им, что делаете, зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. Но в данном случае здесь мы видим еще одно из сильных пророчеств, пусть локальных, пусть к определенному конкретному событию, которые произносит Господь, еще и еще раз свидетельствуя перед апостолами, что он знает, чем все закончится, и идет сознательно на смерть ради спасения рода человеческого. Вифаги и Вифания — это поселки, которые находятся на подоле горы Елеонской. Чаще всего Господь останавливался в Вифании, но, конечно, и в Вифаги его тоже знали. И вот эта просьба пойти и привезти необъезженного осленка, то есть жеребенка, как мы прочитаем у евангелиста Матфея, оно, конечно, свидетельствует о чем? О том, что Господу очень важно было показать, что даже необъезженное животное покорится силе божества, которым обладал Господь. Ну и люди, которым апостолы скажут эту просьбу Спасителя, точно спокорятся и отдадут своего осленка, хотя, конечно, он нужен был для этих людей. Ну и в данном случае апостолы отвечают, что так повелел Иисус, но понятно, что имя Иисус было уже у всех на слуху, конечно, как именно Мессия, пришедший для спасения израильского народа, и осленок был отдан. И привели осленка к Иисусу и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви из дерев и постелали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали, «Ассанна, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущая во имя Господа царство отца нашего Давида, ассанна вышних». Ну вот здесь мы видим, что в очень скромной по меркам древнего мира происходит вход Господа, как царя славы в Иерусалим. Он умышленно, проявляя свою кротость, садится на необъезженное животное. Он входит в Иерусалим хоть как и мессия, но не на красивом гнедом или белом жеребце, как это обычно делали великие полководцы и цари. Он идет окруженной толпой буквально, и спереди его люди идут, и по бокам, и сзади. И все однозначно приветствуют его мессианскими кликами или кличами, что абсолютно точно говорит нам о том, люди принимают Иисуса как обетованного мессию, как того священного царя, которого от века ждал Израиль, о котором неоднократно говорили пророки ветхозаветные. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храмы, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью». Ну вот в данном случае это замечание Евангелиста Марка, 11 стих, свидетельствует нам о том, что не в воскресный день, по нашему обычному традиционному счету, Господь очистил Иерусалимский храм. Это было сделано в Великий Понедельник, то есть на следующий день после того, как Господь вошел в Иерусалим как истинный мессия. Господь только осмотрел все, и время было позднее, и вышел в Вифанию с двенадцатью. Ну вот в данном случае в Вифанию Господь выходит по причине того, что, конечно, и он, и апостолы нуждались в отдыхе, и место, где, скорее всего, ночевал Господь с учениками, это мог быть дом Марфы и Марии, достаточно богатых, зажиточных женщин. Их брат Лазарь был воскрешен накануне входа Христа в Иерусалим практически, и, конечно, Господь пользовался великим расположением этой семьи. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собираний смоков. И сказал ей Иисус, «Отныди да не вкушает никто от тебя плода вовек», и слышали то ученики его». Ну, в данном случае здесь происходит нечто необычное для чудес Христовых. Если прочие чудеса обычно были направлены Господом на вспоможение человеку, на исцеление его, или на прокормление его, то здесь мы видим, Господь совершает чудо, которое показывает то, что он, как Бог, пришедший во плоти, имеет власть и погубить. Этим чудом, конечно, накануне своих страданий в Иерусалим Господь свидетельствует, что он имеет божественную власть, расправится со всеми теми, кто будет возводить его на крест. Но еще и еще раз, лишний раз свидетельствует, и через это чудо в том числе, что он идет собственной волей для того, чтобы взойти на крест и пострадать за род человеческий. Сказано, что Господь не нашел на смоковнице смокв, хотя нашел только листья, но было не время собирания смокв. Однако здесь толкователи замечают, что смоковница, которая имеет на себе листья, уже должна этими листьями скрывать завязавшиеся плоды. Вот их Господь не нашел. То есть даже в зачатке той веры, которую должен был иметь ветхозаветный Израиль, к сожалению, Господь не нашел у современного ему иудейства. И поэтому слова «Да не вкушает никто плода тебя вовек», они звучат угрожающе, с предупреждением о том, что та ветхозаветная религия, которая сложилась, которая сформировалась в дни общественного службы, к пришествию в мир Христа Спасителя, она является вредной, она является губительной. И поэтому Господь проклинает ветхозаветное ему иудейство. «И слышали-то ученики его, пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы минувщиков из камьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли дом мой домом молитвы наречиться для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Вот то действие, которое Господь совершает в так называемый Великий Понедельник, а именно очищение Иерусалимского храма, мы должны, конечно, представлять было ошеломляющим для тех, кто наблюдал за этим, потому что это не маленький храм и даже небольшой храм, это дворы Господни, в которых находились тысячи людей, пришедших уже на праздник Пасхи. Там находились те, кто продавал жертвенных животных, стада находились там, блеющих коров, быков, овец, козлов, птиц в данном случае, минувщики, которые тоже сотнями сидели для того, чтобы менять валюту, которые приносились из диаспор других стран на национальные деньги, на которые только можно было купить жертвенных животных. И вот в данном случае Господь совершает вот этот акт опрокидывания и изгнания всей этой огромной толпы людей, которые, ну, по сути дела, в целях своего страшного крестолюбия зарабатывали на людях, приходящих в Иерусалимский храм на праздник Пасхи деньги. Ну и в данном случае вот эти слова «домом молитвы наречатся, а вы сделали его вертепом разбойников», конечно, свидетельствует о тех разбойнических, ну, по сути дела, планах, которые к празднику имела верховная жреческая власть. «Это ненасытное обогащение за счет религии». «Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города». Ну вот здесь говорится о чем? О том, что поскольку перед народом Иисуса Санцарета уже явился как обетованный священный царь-мессия, то, конечно, первосвященники и книжники не могут поднять на него руку и погубить. Они кипят злобой, кипят ненавистью, но в данном случае уже ищут случая, каким бы образом уловить Христа и развенчать его в глазах людей, как мессию. Ну и, соответственно, развенчав, можно будет с ним расправиться. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Надо сказать, что смоковница и на юге, в том числе, это одно из деревьев, которые имеют очень мощные сочные листья. В данном случае само по себе явление иссыхания за сутки смоковницы, а если смотреть в Евангелие от Матфея, говорится то, что смоковница тотчас засохла, конечно, мы понимаем, не могло не произвести впечатление серьезного, в том числе на Петра, который был очень наблюдателен и эмоционален. И вот он говорит, смотри, засохла. И Иисус, отвечая им, говорит, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, гореся и поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам». В данном случае здесь Спаситель говорит о чем? О том, что смоковница может быть сравнена с горой, которая тоже может передвигаться. Точно так же, как, понятно, обычному человеку невозможно иссушить смоковницу, точно так же человеку обычному невозможно передвигать горы. Но Спаситель говорит, что по человеческим понятиям это невозможно, но Богу возможно все. Если не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что это будет, будет по глаголу вашему все, что не попросите. Это, конечно, такая окрыляющая заповедь для каждого из нас, чтобы мы верили, доверяли тому, чему нас учит Господь и что Он нас просит делать. Но, с другой стороны, конечно, под горой утолкователей часто понимается гордость человеческая, от которой очень сложно бывает отказаться, все равно, что передвинуть гору с одного места на другое. Но Господь говорит, что если не усомнитесь, что сможете избавиться от нее, а с гордостью в Царство Божие не войдешь, то будет по глаголу вашему. Дальше Спаситель объясняет все-таки, что нужно делать для того, чтобы от своей гордости избавиться. Он говорит, и когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших. Ну вот, действительно, гордый человек не способен простить своего ближнего. Ему это сделать точно так же сложно, как горы передвинуть. Но Господь призывает нас проще относиться к тому, кто мы в этом мире, и все-таки учиться ближних своих прощать, прощать им их согрешения. Это прощение и будет свидетельствовать о том, что мы избавляемся от самого страшного недуга человеческого духа гордости, которая встает средостением для нашего вхождения в Царство Небесное. Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины, и говорили ему, какую властью ты это делаешь, и кто дал тебе власть делать это. Что это делать? Ну, в данном случае, здесь по однозначному объяснению толковательной речи идет об очищении Иерусалимского храма. В данном случае первосвященники и книжники понимают, что Господь не архиерей, что никто ему этой власти не давал, и он, скорее всего, может сказать только одно, у меня самого есть эта власть, я ее придумал, я ей и совершаю это очищение. А если скажут, что божественную властью, то тотчас они укажут на него, как на богохульника, поскольку никаких внешних признаков передачи ему власти от Бога не было, они в данном случае тогда с ним расправятся. Иисус сказал им в ответ, «Спрошу я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоанна вас с небес было или от человеков, отвечайте мне». Они рассуждали между собою, если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему. А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. Но в данном случае Господь этим вопросом, наперекор вопросу первосвященников и старейшин хочет засвидетельствовать, что они как раз власть, данную им от Бога, потеряли. Они не имеют этой власти. И вопрос вскрывает это как нельзя лучше. Они рассуждают, если скажем, с небес было крещение Иоаннова, то он скажет, почему же вы не поверили ему. Ну, не поверили Иоанну Крестителю в каком смысле? В том смысле, что Креститель неоднократно на Иисуса из Назарета указывал, как на обетованного Мессию. Если мы принимаем, рассуждают первосвященники, что Иоанн послан с небес, то и свидетельство его верно. Но мы не можем принять, что Иисус есть обетованный Мессия. А дальше они думают. А если, скажем, от человеков, то есть пришествие Иоанна Крестителя было не от Бога, а от человека, то, дальше говорится, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. В данном случае народ не сомневался, что Иоанн божественный посланник. И если на фоне этого первосвященники скажут, что Иоанн не от Бога был послан, народ тотчас уничтожит эту религиозную власть, поскольку засвидетельствует, что они тогда лицемерили, когда шли на берега Иордана, чтобы креститься от него. Ну и сказали то, что не знаем в ответ Иисусу. Тогда Иисус сказал им в ответ, и я не скажу вам, какой властью это делаю. Ну вот в данном случае эти слова спасители, я не скажу вам, какую властью это делаю, есть свидетельство того, что он им, как потерявшим власть над народом, не обязан ничего говорить. Он свободен от того, чтобы им объяснять, какую властью он это делает. Вот этим событием заканчивается 11 глава Евангелия от Марка. Редактор субтитров А.Семкин